Всем здарова, чуваки! Вы на канале PlayJackson и с вами брат Бернардо и это карьера Динамо Киев. Мы начинаем! В общем, чуваки, как у нас обстоят дела в тумненной таблице УПЛ? Динамо Киев у нас на первом месте, у нас 34 очка, Шахта на втором 30 очей и Мариуполь занимает третью позицию, у них 26 очков. Первый матч на сегодня, матч против Черноморца. Мы этот поединок симулируем и побеждаем в нем со счетом 1-0 благодаря голу на 79-й минуте матча с пенальти забил Цыганков. В дальнейшем, чуваки, что я делал? Я продлил контракты с некоторыми ребятами нашей команды. Со всеми продлил. Семь человек там было, которые истекают контракты через 7-6 месяцев. Я со всеми продлил, чуваки, это важно, со всеми. Начался рынок трансферов и мне нужно давать конкуренцию некоторым игрокам. И первым же делом, что я сделал, это подписал Болбота с Мариуполя за 2 миллиона 500 тысяч. Следующим моим шагом на рынке трансферов была покупка вратаря. Чуваки, вы мне советовали купить Бойко или же Лунина? Я выбрал Лунина, ребята. И выложил рекордные 11 миллионов в заре за этого вратаря. Также вы мне советовали купить бразильца Малкольма? Ну, чуваки, за него просят двадцатку. У меня таких денег просто нет. Ну, чуваки, то, что было потом, это просто тихий ужас. Я получаю сообщение о том, что через 6 месяцев, как истечет контракт с Гусевым, он переходит в Crystal Palace. Думаю, в чем прикол? Воу, я же со всеми подписал контракты, все было четко. Захожу назад, в подписание контрактов. И что я вижу, чуваки? Гусев, Кензера и... Как же его, Морозюк? Да, Морозюк? У них истекают контракты через 6-7 месяцев. Я такой, воу, стоп. В чем прикол? Я же подписывал. Начинаю опять подписывать. Уже я понял, что Гусева я потерял. Начинаю подписывать с Морозюком, с Кензерой. И, короче, ребятки, тут я приплыл. Пишется, что я с ними подписал довольно успешный контракт. Но, опять же, ничего не происходит. У них истекают контракты через 6 месяцев. Это просто очень и очень неприятный баг. Ну, или я не знаю, что, может, вы в курсе. Может, я чего-то не догоняю. Напишите мне в комменты. В общем, чуваки, я рискую потерять двух правых защитников. И у меня останется план защиты просто голый. Ну, что и, в принципе, и произошло чуть в будущем. Кензера подписывает контракт по истечению действующего своего контракта с каким-то клубом, я уже не помню. И у меня остается только один защитник, правый защитник. Это Морозюк, который тоже рискует уйти через 6 месяцев. Вот так вот, ребятки, из-за неприятного такого бага у меня серьезные проблемы. Я понимаю, что нужно что-то делать и покупаю на позицию правого защитника Ральстона Селтика за 3 миллиона. Молодой, но очень перспективный правый защитник. Я надеюсь, он станет достойной заменой в будущем, возможно, Морозюка. Ну, Кензеры-то понятно, он у меня был игроком не основного состава. Чуваки, также я отдал Бурду в аренду в Карпаты. На его позиции есть у меня два прекрасных игрока. И лучше будет, чтобы парень где-то играл, а не просто сидел у меня на скамейке. Еще одно очень-таки интересное приобретение. Центрального защитника Анхамонезу я купил из парты Праги за 1 миллион. Этот парень может сыграть как и на фланге, так и в центре. Я чуть-чуть дам спойлер. Использовал его на центральном защитнике. И, чуваки, он действительно хорош. Итак, чуваки, первый поединок на сегодня. Матч против Ворсклы Полтавы. Мы едем на выезд. Будем смотреть тех ребят, которых мы купили, на что они способны. В принципе, я знаю, что они собой представляют. Но хотелось бы их увидеть уже на поле, так сказать, в боевой готовности в своей команде. Очень важно для моих новичков показать себя только с лучшей стороны. Бакани у мяча, разводим, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то так подлагивает. Борис. Лунин. Молодец. На выходах. Забросик. И скидочка. И. Да ну, блин. Вот так свалил. Подача. Решать. Неплохую борьбу навязал сейчас Цыганков. Но, к сожалению, не удалось справить должным образом. Сейчас. Еще бить. Хорош. Неплохо. Шапаренко пробить. Ой. Ну, Ткаченко реагирует. Отлично. Лунин. Лунин красавчик. Первый тайм, чуваки, со счетом 0-0. Невыразительная игра. Что у Полтавы, что у нас. Лунин опять. Хорош. Я первый раз держу джойстик. Бакани. Что я сделал? О! Да ну, блин. Да ну, блин. Бакани вообще не цепляются. Раньше он цеплялся за мяч и сейчас вообще, ну, ни единого раза он за игру не сохранил мяч. Так. Куда ты пасуешь, собака? Вот приколы. Как они получаются? Нужна замена уже. Ну, куда? Ну, я не туда. Ну, ребята, ну, что это такое? Я вообще не заряжен, наверное, играть сегодня. Нету настроения. Лунин. Ну, к Лунину вопросов сегодня абсолютно у меня никаких нету. Короче, чуваки, мы сливаем. 1-0. Очень ужасная игра. Очень скучная игра. Надеюсь, в дальнейшем нам будет больше вести и мы соберемся. Неприятные поражения против Болтавы. Все, забыли. Готовимся к следующую поединку. Тем более, следующий поединок у нас Еврокубки. Матч против Наполя. Играем дома при своих родных трибунах. Также в очередной раз нам напихал Оргкомитет за то, что задачи не выполняются. И я рискую. Не я, а Сергей Ребров рискует остаться без работы. И это уже неприятненько. Так, чувачки, дела у нас серьезные. Ну, следующий матч это Лига Европы. Матч против Наполя. Играем при родных трибунах. Бакани уже сколько ты не забиваешь, сколько же можно. Ну, как-то вот так вот мы начинаем. Надеюсь, все у нас получится в этом матче. Не умеет. Ну и на скорости погнал. Решать. Ай, дерлис, дерлис. И ведь... Правильно, на вынос. Хорош, Лунин. Хорош. Вот это вот... Вот это вот... Огромная могла быть проблема для нашей команды. Но повезло, что нападающий мажет. Ой-ой-ой-ой. Лунин, вот это вы чуть не сообразили для нас проблему. Все, Буяльск, есть место для разгона. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это вот отскок. Я еще не пойму, почему немного игра подлагивает. Что такое? Почему такие? Второй тайм. Динамо Киев против Наполит. Первый матч. Домашняя игра. Ну что? Попади. Буяльский. Рейна. Какой же он красавчик. Хорони. Да блин, Марайз. Ну тебе осталось только похоронить. Забивай второй и все. Мы играем на сигарете. Собрались и уже не такая разляпанная игра, как была до этого. Шепелев. Шепелев. Можно выдохнуть, ребята. 2-0. Можно выдохнуть, ребятки. 2-0. Шепелев. Сам решил. Красавчик. Вот так вот. Ну в целом, ребятки, 2-0. Очень неплохая игра, как мне показалось. Но только во втором тайме. Первый тайм был очень провален. И я очень недоволен своими ребятами. Ну, во втором тайме мы вовремя перестроились. Собрались и начали играть. И, собственно, 2-0. Очень комфортный поединок перед выездным матчем против Наполя. Уверенная достаточно победа над Наполи. Все, забыли. Прошла эта эйфория. Готовимся к следующему поединку против Мариуполя. И, в общем, чуваки, давайте заглянем в турнирную таблицу. В турнирной таблице у нас следующие. Динамо Киев 37 очей. Шахта 36. Уже очень близко она подходит к нам. И Верес, чуваки, имеет 30 очей. Собственно, 4-е место у Мариуполя 29 очей. Итак, чуваки, очередная игра чемпионата УПЛ. Матч против Мариуполя. Играем дома. Нам очень нужны эти 3 очка. Так как шахтер уже наступает нам на пятки. И нужно отрываться. Ну что, начало поединка. Динамо Киев против Мариуполя. Немножечко я подрубил настроечки. Вот теперь вот игра не будет так лагать, как в предыдущие разы. PC1. Забросик. Скидочка. Ах. Кадар. Худжамов. Вынос. Удар выше ворот. Забросик. Цыганков. Прострел. Ху-ху. Иди сюда. Первый гол в этой встрече открывает именно киевские Динамо. На 30-й минуте встречи Коля Шапаренко после передачи Цыганкова забивает гол в ворота Мариуполя. Отлично разыграли. Вот Мбакани круто закинул. Шапаренко. Бить дальним выстрелом. Ни хрена себе пушка у этого парня. Итак, чуваки, первый тайм. Счет 1-0. Пока все идет по нашему сценарию. Второй тайм. Мы пока без замен. Шапаренко теряет мяч. Пуяльски подстроил себе под ногу и выше ворот. Подача. Имбакани сделай. Фух. Наконец-то этот парень прервал свою безголевую серию. И да, он очень рад этому. У нападающих бывает такое, когда ты не забиваешь. Что бы ты ни делал, мяч никак не летит. В сетку ворот. Потом забиваешь и все. Прорывает. Пошло-поехало. Бить. Фух. Штанга. Шапаренко. Ну ты меня вообще удивляешь. С каждым матчем все больше и больше. Хамминезу завалился. Не проиграть. Проиграл. Проиграл. Блин. Проиграл очень сильно я. Вот это вот дуэль. Борьбу корпусов я проиграл. Хорош пас. Бакани. Что такое? Все, ребятки. На этом заканчивается матч. И подходит к концу наш выпуск. Вот на такой вот приятненькой ноте. 2-1. Победа над Мариуполем. Я и закончу этот видосик. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Плейджексон. До скорых встреч, чуваки. Пока.